всем привет сегодня у нас очередной гайд и сегодня мы рассмотрим с вами такой вопрос как покупка своего первого либо может быть второго третьего четвертого инструмента в музыкальном магазине либо нового либо бэушного так чтобы вам потом с ним было комфортно вот так скажем немножечко поговорим про цены образования почему гитары стоят так они как хотелось бы про используемые материалы и про то как себе выбрать инструмент который собственно не подведет и так для начала рассмотрим дешевый вариант это классическая yamaha pacific 112 вероятно вы все сталкивались с этой гитарой у кого-то может она была у кого-то она может и есть стоимость инструмента на вторичном рынке на данный момент приблизительно 10-12 тысяч рублей новый инструмент такой стоит в районе 18 если память не изменяет рассмотрим что же тут может стоить 18 тысяч рублей для тех кому сумма 18 тысяч рублей может показаться большой хочу напомнить то что сейчас у нас 2016 год уголь у нас немножечко все-таки упал в два раза почти что инструмент который раньше строили по 10 тысяч рублей стоит теперь 20 тысяч рублей это в принципе все понятно и так на данной yamaha мы имеем нелакированный гриф довольно таки он сделан приятно но тоже грубоватым колки у нас чисто китай никаких обозначений нет очень похоже на гроверы но ничего выроского тут нету колки хорошие они держат в принципе строй что еще у нас тут есть не опознанный струнодержатель который в принципе тоже свою роль выполняет от него ничего сверх естественного ожидать не требуется безымянные звукосниматели которые вероятно клепают на том же самом заводе что делают инструмент полицандровая накладка лады но немножечко выпирают лады то есть небрежная работа которая в принципе за сумму только стоит инструмент она позволительно краска используется не самая дорогая то есть это обычная краска черного цвета есть какие-то наклеечки которые ну кривовато если честно нанесены но это наклеечки ничего страшного то есть в принципе инструмент за свои деньги мы имеем вот такой вот играбельный он довольно таки но для первого раза хорошо звучит чтобы определиться вообще с тем что мы хотим от инструмента получить у него очень удобный гриб то есть мне удобно зажимать и баррер мне удобно и играть какие-нибудь солички мне удобно даже рифы играть но он не настолько приятен как бы хотелось чтобы вы понимали это как разница между никелированными струнами и стальными струнами стальные струны тоже хорошие даже в чем-то превосходит никель но на ощупь они не такие приятные они не гладкие рука на них немножко застревает вот рассмотрели инструмент стоимость подобного инструмента на рынке до 20000 рублей то есть можно найти за 15 можно найти подобные не ямаху потому что надо учитывать тот факт то что за надпись ямаха вот это тут процентов еще двадцать-тридцать за бренд накинуто сверху вот то есть если дима то не было бы стоило на три-четыре тысячи рублей может быть и дешевле и так дальше рассмотрим вариант корейский потому что ну если вы знаете эту градацию которая общепринятая о клевости инструмента это сначала у нас идет в сша всякие гибсон и джексон и перес и так далее потом нас идет в японии в японии сами прекрасно знаете и бонезы престижи джексон японские очень хорошие делают капорайзены и спи нельзя забывать ни в коем случае потом у нас идет корея и дальше уже за кореей следует индонезия индия китай и так далее в руках у меня сейчас гитара фирмы diamond dbz не помню говорил или не в одном своих роликах эта фирма была создана дином зеленский это создатель гитар дин вот из-за каких-то разногласий он там поссорился и решил делать свои гитары в корее что мы имеем здесь за 20 с небольшим 1000 рублей у нас тут идет флойд роуз спешил звукосниматели хамбакеры хороший лак все очень приятно хороший цвет колки гровер надпись made in korea и собственно интересная форма то есть в 20 тысяч рублей тут у нас уложили хорошую деревяшку тут краснука у нас идет хороший лак то есть он даже с блестками но выглядит очень прекрасно вот так вот скажу очень приятно по звучанию инструмент довольно таки плотный то есть поклонникам тяжелой музыки посвящается для любителей сделать вау вау есть флойд топ-лок чтобы ничто не разъезжалось естественно в строю у нас колки хорошие держат гриф и лады сделано тоже очень хорошо все отшлифовано все очень ровненько и что нигде не вылезает вот о корейцах могу сказать только одно то что если вы ищете себе недорогую рабочую лошадь чтобы у вас не позволило и было приятно покупайте корейскую гитару то есть можно уложиться грубо говоря в данный данной ситуации в российской федерации 60 тысяч рублей максимум чтобы купить себе хороший корейский инструмент но но бушный можно еще дешевле естественно эти вот поговорили собственно проект инструмент когда придете в магазин и если вы задумать о том какой инструмент брать сперва вы думаете о форм-факторе то есть что это будет суперстрал стартокастер вас пол либо агрессивная форма какая-нибудь это все понятно главная задуманность о том нужно ли вам флойд роуз при всей крутости известных музыкантов которые пользуются им мы с вами либо вы либо я начинающий музыкант и вот это вот штука может нам очень много доставить хлопот во первых она очень требуется на постоянному строю постоянному калибру говоря если вы покупали определенные струны и настроили машинку так что она стоит ровно продолжайте играть на тех же самых струн когда будете менять потому что новый калибр либо новое натяжение она начинает флойд наш болтать туда-сюда и в итоге приходите заново все строить ну и собственно поменять струны на флоде немножечко проблематичнее и дольше потому что должен много махинаций с машинкой делать для новичка советую брать фиксированный бридж меньше проблем проще в управлении и заменить в случае чего тоже очень просто и дешево и переходим собственно сейчас к инструменту уже более как сказать профессионального качества что и рассмотрим гипсонайт хоп старенький бушный такие уже насколько я знаю не производит не производят производили с 80 может быть 9 по 95 год были какие-то переиздания но несут данный инструмент стоит у нас сейф мюзик 60 тысяч рублей что мы получаем за 60 тысяч рублей это очень удобный тоненький корпус из красного дерева гриф из красного дерева топ обратите внимание топ клен потому что это мы привыкли с вами читать где-то в описании топ клёна и даже не подозревать то что порой топ может стоить около десятки тысяч рублей вот это тоже плюс к цене дальше у нас идут колочки сперцель сами колочки если их покупать также новые стоит в районе шести семи тысяч рублей очень хорошие роковые колки бридж гипсоновский который специально насколько я знаю разработан для гитара над хок для гитар серии над хок тут у нас есть отсечка ну как бы лишние 100 рублей но все-таки наценка хорошие гипсоновские датчики окантовка как бы это все не было смешно но окантовка подчас добавляет лишние процентов 10-15 цене самого инструмента потому что помимо покупки это еще надо установить правильно все это замазать и так далее палисандровая накладка в принципе все по стандарту черная накладка стоит дороже стоит дороже то есть насколько я помню мне говорили около двух лет назад заказать черную накладку стоит районе 150 180 евро вот можете перри пересчитать на рубли там есть подумать там проявить десятки 12 тысяч рублей получается вот пожалуйста вам сумму вашего инструмента ну и то что тут написано гипсон это еще процент я думаю также 30 40 цене было написано flight было бы еще дешевле можно было за пятьдесят купить по ценообразованию когда вы приходите в музыкальный магазин видите инструмент стоит один десять тысяч рублей другой сто тысяч рублей смотрите на то из чего состоит инструмент посмотрите сколько частей в грифе посмотрите и скольки частей корпус какие стоят колки какие звукосниматели потому что если вы хотите себе гитару на которой будет стоять комплект датчиков сеймор дункан предположим стандарты gb set 2 4 sh и при этом вы хотите хорошее дерево и чтобы гитара стоила до 20 тысяч рублей я боюсь вас огорчить такого никогда в жизни не будет комплект звукосниматель сеймор дункан стоит примерно 13 тысяч рублей 12 800 если быть точнее дерево может стоить ну предположим вместе с грифом от десятки плюс нужна еще фурнитуру поставить еще колочки еще стронодержатель и так далее это она также покрасить гитару надо также покрыть лаком все вот эти подготовительные работы они стоят денег плюс мастеру за работу плюс за доставку плюс на пиво и вот тут мы получаем хороший инструмент с хорошими датчиками хорошей фурнитура то что дешевле 30 либо 40 тысяч рублей не найти вот расстраиваться не стоит надо подумать что мы от инструмента хотим если мы хотим хорошую деревяшку чтобы прииграться выбирайте хорошую деревяшку чтобы прииграться датчики могут быть китайскими самые обыкновенные если вы хотите себе сразу хороший инструмент чтобы в будущем уже не задуматься о покупке каких-то комплектующих подороже выбирайте себе сразу дорогой тут как недавно выбирал себе велосипед и думал сколько потратить день вот этот свет стоит 50 тысяч рублей вот этот свет стоит 25 тысяч рублей читаю описание а там ну тормоза какие-то такие-то и такие-то по сути одно и то же но я не понимаю разные цифры разная маркировка и профессионал мой знакомый мастер сказал вот у тебя сколько есть денег вот умножь на 2 копи вот эту сумму и купил успех чтобы потом меньше палец потому что ну комплектующие это понятно дело весь этот обвес весь навес это случае чего надо будет заменять чтобы меньше париться лучше конечно переплатить с гитарами абсолютно та же самая вещь с машинами та же самая вещь с квартирами даже с вами даже с вашей любимой девушкой либо с парнем та же самая вещь чем больше на этом всем навес и качестве тем меньше вам с этим придется в будущем либо больше вот как то вот так вот покупайте хорошие инструменты не жалейте денег тем более в такой нелегкой для россиюшки время одно могу сказать очень рад то что гитары стали дороже потому что люди начали ценить а